У Ван Гога мало интерьеров и бесчеловеческих фигур. Эту работу следует считать своего рода упражнением, хотя и чрезвычайно высокого качественного уровня, настолько высокого, что сам художник причислял ее к своим лучшим произведениям. В картине поставлены определенные технические задачи, а также задачи выработки стиля после парижских экспериментов. Очевидно, он был удовлетворен результатами. Мне кажется, что манера исполнения стала более лаконичной и мощной. Нет ни пуантилизма, ни штриховки, ничего, кроме плоских гармоничных цветов. Пишет он и утверждает, что работает локальными чистыми цветами, не смешивая краски. А цвета у него, как всегда, дополнительные зеленый и красный, фиолетовый, желтый, оранжевый и синий. Достижение состоит в том, что можно обойтись без школы и чьих-то теорий, и идти новым, своим собственным путем, свободным и независимым. Независимо он даже от правил классической перспективы. И поэтому Ван Гога не заботит правильность изображения в пространстве плоскостей стульев и стола. На картине из музея Винсента Ван Гога изображены личные вещи художника, и его любимые картины, развешенные над кроватью. Второй вариант картины находится в Париже, в музее Д'Орсе. Третий вариант той же картины, выполненный в тот же период, что и работа из музея Д'Орсе, в настоящее время находится в Институте искусств в Чикаго. Вариации доминирующих цветов в трех полотнах подтверждают, что Ван Гог использовал данный сюжет для упражнения. Чикагоский вариант построен в превалирующих зеленых и голубых тонах. Представляется, что главная задача этих вариаций – освободиться от стилистических условностей живописных школ. Цель Ван Гога – чистая живопись. Живопись сырец, как он сам однажды определяет свои картины. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok